Приветствую вас, аноним. Я должен вам сказать, что на мой взгляд вы задаете немножечко не те вопросы, да? Потому что мы психологи, мы не гадаем за других людей, мы не гадаем, мы не предсказываем, мы помогаем людям, например, разобраться в себе, мы помогаем людям решить свои проблемы, но мы не занимаемся тем, что вот предсказываем будущее и так далее. Тем не менее, я постараюсь с позиции именно психологии ответить вам на вопросы, на вашем, вот, именно с позиции психологии. А если вы хотите предсказать будущее, если вы хотите, чтобы вам предсказали будущее, то обратитесь, пожалуйста, в раздел эзотерика. Итак, действительно ли он подумывает, чтобы идти из семьи? Или это фраза-клеща, о которой я никогда не просила? Непонятно построение предложений, фраза-клеща, о которой я никогда не просила, то есть как бы вы не просили его о фразе, как бы не совсем логично. Если вы говорите о том, что вы не просили его уходить из семьи, это тоже не совсем так, потому что если человек встречается с вами, и при этом он не свободен, то это так или иначе должно привести его к тому, чтобы уйти из семьи. То есть, как бы, вы не просили, но кофе, ну блин, о, так или иначе к этому приводили. Дальше. Если он так боится, что о нас все знает, почему практически не скрывает наши отношения? Я думаю, что вот как бы с точки зрения психологии вам не нужно пытаться понять другого человека, вам надо бы просто в большей степени опираться на себя. Это то, что вы можете сделать, это то, что вам вполне по силам. И пытаться гадать, почему кто-то другой поступил так-то или так-то, это абсолютно бесполезное занятие, которое, по факту, лишает вас своей жизни. И лишает вас ощущение, что вы живете, это первое. Второе. Вариантов может быть очень много. Я склоняюсь к двум вариантам. Первый вариант, это вариант того, что человек на самом деле ничего не скрывает, а просто хочет проверить вас, хочет проверить насколько вы серьезны, потому что боится и не доверяет. Второй вариант, это то, что он уверен, что его партнер ни о чем не узнает. Просто, просто ни о чем не узнает. Дальше. Так, если он сомневается, почему не избавляет обороты развития наших отношений, чтобы все обдумать, потому что некоторые люди могут это делать параллельно. Какой исход можно ожидать от этой ситуации? Какой угодно, но, повторюсь, психологи не эзотерики и будущее не предсказывают. Дальше. На что я могу обратить ваше внимание? В первую очередь я увидел очень сильную рационализацию, очень сильную тенденцию к логике, что не всегда хорошо. Для отношений именно, потому что, ну, не всегда, не всегда отношения, как бы, ну, не всегда отношениям идёт на пользу, когда в них присутствует большая доля логики. Не всегда, далеко не всегда, к сожалению или к счастью, но не всегда. Поэтому, ваш уход в рационализацию, в данном случае, на мой взгляд, вредит только вам, вредит. Вот. И, соответственно, имеет смысл, вам имеет смысл, больше уделять внимание мне именно эмоциональности, то есть именно чувственности, ну, вашей чувственности, чувственности. Вот. И так далее. То есть больше эмоционально реагировать. Вот. Мне, мне же кажется, что вы пытаетесь свои чувства сдержать, да, вы пытаетесь сдерживать свои чувства, пытаетесь как-то вот, ну, не знаю, правильно поступить, да. Вот. И в итоге у вас мало что получается, потому что, ну, объективно, правильно поступить нельзя в данной ситуации, ну, вообще правильно поступить невозможно, потому что это отношения. Здесь всегда будет элемент какой-то ошибки, всегда будет элемент какого-то риска. У меня такое ощущение, да, что вы пытаетесь, как бы, риск как раз-таки минимализировать. Вот. А это свидетельствует о вашей тревожности, от чего вы пытаетесь, вероятно, защитить как раз, вот, вот, через интеллект. Что приводит к тому, что вы, на мой взгляд, выглядите, ну, просто выглядите, вот, как человек, да, вы выглядите, ну, я бы сказал, более взрослым, более взрослым, более взрослой, точнее, более взрослым, чем вы есть. И, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ человека, ну старшего, то есть чем более, чем более вы, условно говоря, чем более вы ведете себя как-то интеллектуализированно, ну можно еще сказать унифицированно, да, тем больше вы привлекаете тех, кто старше вас. Понятно, что все относительно, ну понятно, что не всегда это так есть, не всегда так есть, не всегда так происходит, это понятно. То есть вы поймите тоже правильно, что я не претендую на истину в последней инстанции, вот. Но то, что я пытаюсь сказать, это, это про, это про ломоний ваши проблемы. Следующее, следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Это в какой-то степени противоречие, которое вы, я не знаю, я не знаю, заметили ли вы его, это противоречие или нет, но для меня оно достаточно, достаточно, достаточно очевидно, это противоречие. Вы говорите, что я не хочу встречаться с человеком, который находится в романтических отношениях тем-то, ну то есть не хочу отношений, значит, с тем, кто не свободен, вот. И я вас понимаю, я понимаю вас прекрасно, и в целом я могу сказать, что, что это весьма похвально, с точки зрения, да, весьма похвально по-вести, вот. Но в то же время вы пишете следующее, что, значит, так, вскоре снова переросло в романтические отношения, пишете вы, пишете вы, с его подачи. То есть, вот, его подача, да, вот как, ну, как вот вы говорите, с его подачи. Правословно. А вы-то где? Вот. Ну, то есть, ваша... Ваше, условно говоря, участие, где в этой ситуации, где ваше участие, его я не увидел, к сожалению. Да? Вот. То есть, вы... Такое ощущение, да, что пустили просто всё... Ну, не всё, конечно, но... Пустили либо на самотёк, либо переложили ответственность здесь. И это противоречиво, потому что... С одной стороны, вы говорите, что, ну, я... Не хочу встречаться с тем, кто... Не свободен. А... С другой стороны... С другой стороны, вы говорите, что... Как бы... Ну, что отношения переросли, там, во что-то большее с его подачи. То есть, ну, это, на мой взгляд, как минимум немножечко, вот, по отношению к вам, да, именно по отношению к вам, это несколько... Неуважительно. Что я бы вот такой... Ну, такое выбрал бы слово здесь. Это именно неуважительно. Да? То есть, есть позиция у вас, а вы, как бы, эту позицию, да, ну... Вот, не защищает. Словно говоря. Вот. Ну, опять же. Опять же. Здесь момент в том, да, здесь момент в том, что... Вы не должны, в принципе, как бы, ну, вы не должны, может быть, защищать её. Просто, если вы не будете так делать, если вы не будете защищать свою позицию, вот, то, собственно говоря, ну, будут проблемы, серьёзные, достаточно проблемы, понимаете? Вот. И если вы не будете защищать свою позицию, то вы будете пребывать в таком подвешенном состоянии. Потому что ваша позиция, условно говоря, да, она не обеспечивается, она не защищается. Из-за этого, в том числе, повышается ваша привозность, которую, ну, вот, значит... Которую вы описываете, по факту. Ну, по сути, получается, что вы описываете эту привозность твою. Вот. И в итоге, в итоге, получается, что нужно, нужно понять другого человека, чтобы мне было хорошо, чтобы, ну, мне было спокойнее. А, вот вы говорите, что я его искренне люблю. Да, вот, вы говорите, вы пишете, что... Сейчас я сказал. Я его искренне люблю, и чем дольше месяца, тем больше это длится. Ну, вот, эм... Значит, эм... И с каждым разом он своими действиями больше рискует остаться один, потому что предпринимает больше шагов ко мне навстречу. Для меня становится все сложнее понять исход этой ситуации. Я вот не очень, эм... Не очень увидел, эм... Связь, эм... Почему... Он, эм... Должен остаться один. Эм... Ну, вот... По-вашему. Почему он должен остаться один? То есть... Как это, вот, ну... Связано. Что она... Что он... Эм... Останется один. С чего... Образно говоря, ему... Эм... Оставаться одному. Вот. Если он делает, там, шаги... Шаги... Эм... Ну, шаги, грубо говоря, там... К вам. То есть... Как... 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 Как-то вот, эм... Здесь, на мой... На мой взгляд, тоже не совсем, эм... Все очевидно. Первое. Второе. Эм... Пытаться... Понять... Как вы говорите... Эм... Исход... Эм... Данной... Ситуации. Да? Пытаться понять исход данной ситуации. Это... Хучее, что вы можете сделать. Потому что исход этот статус много разный. Зависит он от... Эм... Человеческого... Фактора. Вот. И... Вообще-то говоря... Никак... Эм... Либо никак... Либо очень мало... Эм... Связан... Эм... Значит... Эм... С логикой... С логикой. Вот. Либо никак... Либо очень... 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 Мало. Эм... Эм... Нужно... Нужно... Повторюсь... Опираться... Именно на чувства. На ваши чувства. На то, что вы хотите. Вот. Понимаете? Не пытаться предугадать исход этой ситуации. Эм... Дальше. Эм... Так... Видя его сомнения... Видя его сомнения... Эм... Эм... Действительно... Так... 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 Какой вообще исход? Так... Ну давайте еще раз... Видя его сомнения... Которых не было в начале... И то-то сказать... Раз мы с своими действиями становимся... Эм... Эм... Все ближе рискует быть один... Для меня становится все сложнее... Эм... Понять исход этой... Этой ситуации... Эм... Ну... Эм... Как бы... Такое ощущение, да? Что вы вот здесь... Эм... Эм... Больше... Эм... Думаете о... О нем... И... Эм... Ответственность... Эм... Пытаетесь... Эм... Взять... Эм... На себя... За него... Эм... Нужно... Эм... Нужно не за... Эм... Эм... Нужно... Эм... Эм... Больше... Эм... Стараться... За... Эм... Эм... Себя... Брать ответственность... Эм... И за себя... Эм... Как-то... Отвечать... Эм... В большей степени... Ну-о-о-о-о-о-о-о-о... Эм... В целом... Эм... Эм... Ваше... ...Эм... Отношения... Как мне... Показалось... достаточно неопределённые, вот, в том смысле, что каждый из вас как будто бы не знает вообще, вот, чего он хочет, да, такое ощущение у меня вот сказано, и мечется. То есть парень, условно говоря, неуверенный в себе и не знает, что он хочет оставаться ему с партнером или быть с вами. Вы, как бы, не продвигающие свои ценности и так далее. Ну, по итогу ситуация, как бы, характеризуется тем, что у вас обоих друг от друга накапливаются ожидания, они накапливаются, накапливаются, и просто когда начнёт вам лавина разочарования, да, вот, всё может стать весьма и весьма негативно. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи.